Красковский храм Владимирской иконы Божьей Матери посетил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Он возглавил торжественное архиерейское богослужение в честь 190-летия строительства каменного храма. Церковное место Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в селе Красково известно с XVII века. Много столетий церковь была деревянной, и только в 1831 году было принято решение возвести каменный храм с колокольней. Строительство шло два года, и в 1833-м храм осветили. Мария Суханова, постоянная прихожанка храма, знает его историю с детства. Он разрушен был во времена революции, и даже говорят, вот я слышала такое, что выносили иконы из этого храма. Эти иконы складывали, и был огромный костер, горели эти иконы. Некоторые, вот моя бабушка, они подбирали иконы. Просто замечательный храм, мы его очень любим. В советские годы храм пережил трудные времена. В 1934 году его закрыли и восстановили только в 1990-м. Сейчас это центр духовной жизни в Краскове. На воскресную службу приходят и взрослые, и дети. В этот храм мы ходим уже, наверное, 20 лет. Приход очень хороший, дружный. Поэтому, чтобы побольше людей ходило в храм, приходило к Богу. 5 сентября в храме собралось около 200 прихожан. Они почтили память Владимирской иконы Божьей Матери и отпраздновали 190-летие каменного храма. Разделил радость с прихожанами архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Его Высокопреосвященство приветствовали глава округа Владимир Ружицкий и воспитанники воскресной школы. Сияние свеч, лампад, икон. Наш храм сегодня озарет. И Богородица сама благословляет всех любя. Сегодня мы празднуем память иконы Божьей Матери Владимирской. Точнее, мы чуть-чуть передвинули это празднество, потому что сам праздник будет 8 сентября. Но поскольку воскресный день, мы приняли решение при достаточном стечении богомольцев молитвенно почтить сей славный образ, который и наше Отечество, и нашу столицу ограждал. Сегодня еще и большой юбилей, такая круглая дата со дня основания сего святого храма, с того времени, как здесь начала теплиться молитва. Архиепископ Аксий возглавил божественную литургию. На Люберецкой земле высокопреосвященнейший владыка провел богослужение не в первый раз.